да прибудет с вами темная сторона сила с вами дарт и сегодня мы смотрим животных из лиственного леса что не так я не понимаю так началась медведь черный медведь больше количество кустов и деревьев таежной почвы ему недостаточно я вас понял где мне взять таежную почву чернолесная из лиственных лесов из таежных лесов это что ли да это она пресная вода слишком много больше количеств кустов почвы просто по чудо недостаточно таежной почвы слишком много чернолесной почвы недостаточно таежной травы ему теперь недостаточно так так приюты какой приют для тебя пещера подойдет подойдет больше камней больше кустов и деревьев я тебя понял что ты любишь пугающая сина куда мне пихать уже ваши деревья не богу не понимаю а а а а а Продолжение следует... Я уже не знаю, куда их местить. Ребят, вам серьезно мало? Я у них чертов... О, наконец-то. Так, давайте-ка на паузу поставим. Недостаточно земли. Не хватает пресного дыма. Так. 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 Продолжение следует... 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 приютов недостаточно сейчас пещеру до какой-нибудь я думаю нора так что происходит на вот не хватает пресной воды и я тебя понял кусты и деревья что нужно нашему плотиозавру дерева гласоптерия также достаточно травы слишком много чернолесной почвы больше камней а им нужна пещера ты посмотри так каких и какие деревья любит нашу гонодон магнолия так чё как медведи поживают нормально так мы сейчас будем лоси делать кустов деревьев слишком много травы пресной воды не хватает недостаточно таежной почвы чернолесной это не то так Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что я сделал? Нет, не то. Больше камней. Плакучая Ива. Продолжение следует... Вы спросите, почему я так деревья ставлю? Чтобы было видно животных. Но это они и не выросли, по-моему, еще. По-моему, они такие и были. Еще тебе надо? Так, ну что, давайте почитаем тогда, пока они тут растут. Американский черный медведь. Один из восьми видов медведей, живущих во всем мире. Хотя большинство черных медведей на самом деле черные, их цвет может варьироваться от белого, светлого до оттенков коричневого. Могут весить от 125 до 660 фунтов, в зависимости от количества пищи. Самцы на треть больше самок. Эти медведи не имеют горба в районе плеч, как у гризли. Американский черный медведь самораспространенный многочисленный вид медведей в Северной Америке. Его популяция исчисляется в районе между 400 и 750 тысячами. Вводится в Северной Мексике и 32 штатах США, почти во всей Канаде. Хотя эти животные, непривередливы к окружающим условиям, предпочитают жить рядом с реками в лесистых районах, содержащих много полян и пролесков. Черные медведи используют пещеры, дыры, под корнями деревьев и пустые стволы, как берлоги. Большие умноживотные требуют больше среднего размера вольера с участками песка, воды и камней. Медведи занимают почетное место фольклории исконных американцев. Они наделялись сказочной силой, бессмертием и способностью исцелять. В 1902 году президент Теодор Рузвельт запретил охоту на черных медведей. В честь него были названы игрушечные плюшевые медвежата Тедди. Черные медведи прекрасно лазают по деревням и могут быстро перемещаться по земле, достигая скорости в 25 миль в час. Они могут ходить на задних лапах, но обычно используют все четыре. Медведи громко ревут во время драки. Медведь-мать издает лающие звуки, чтобы предупредить медвежат об опасности, подзывает их подвыванием. Кроме матерей с детенышем, черные медведи живут поодиночке. В основном они избегают людей не агрессивно, кроме случаев, когда принимают пищу раненые или защищают молодых. Однако эти медведи могут нанести значительный ущерб злаковым полям и пасекам. Могут стать проблемой до кемпингов, если ставить в поле их досягаемости пищу. В некоторых случаях черные медведи серьезно калечили и даже убивали людей, пытавшись покормить их. Черные медведи любят искать пропитание вечером или ранним утром. Весной они едят в основном травы и растения, различные орехи, корни и фрукты летом и осенью. Они едят насекомых, а также морковь и разный мусор. Могут поймать молодого оленя или идущего на нерест лосося, в зависимости от времени года и места. Любят мед. Накапливают жировую прослойку в конце лета, в начале осени. В течение спячки теряют от 15 до 30% веса и до 40% случаев родивших самок. Как полярные медведи или гризли, черные медведи рожают во время спячки. Их маленькие медвежат начинают кормление самки. И к весне, когда мать готова покинуть берлогу, медвежата уже готовы идти и за ней. Мать может родить от одного до четырех медвежат, но чаще получается двойня. Самки-медведи очень ревностно защищают потомство. Медвежата, отбившись далеко от матери, могут стать жертвой взрослых – медведей или волков. Другие враги медвежата – это рыси, орлы, горные львы и дикие собачьи стаи. Взрослые черные медведи являются добычей для гризли, волков и людей. В Северной Америке насчитывается 30 тысяч черных медведей, ежегодно убиваемых охотниками. Однако, несмотря на эти потери и уничтожение большинства исторической среды обитания, популяция черных медведей процветает. Ну, по крайней мере, так было на момент создания игры. Как сейчас – неизвестно. Так, они тут… Никто не вырос. Читаем дальше. Лось является самым большим представителем семейства оленей, имея высоту в 7,5 футов. Водится в северных лесах Северной Америки, Европе и России. Самцы, лося – гораздо больше самок. Большой самец может есть в два раза больше типичной самки. В течение года самец носит красивые рога, имеющие длину от 4 до 5 футов и около 30 зубцов. Форма рогов индивидуальна для каждого лося. Взрослые самцы сбрасывают рога один раз в год зимой и замещают их более большими. Другие характеристики лосей включают большие мускулистые плечи, кожаный подгрудок под подбородком, свисающий нос, длинный ноги, маленький хвост. Лоси очень плохо адаптируются к новой обстановке зимой в самых холодных регионах мира. В дикой природе лоси занимают много различных сред обитания – от густого леса и болотистых речных районов до открытых лесостепей. Типичная среда обитания – лесная местность, содержащая источник питьевой воды и обильную растительность. Лось любит пожевать различную листву, отдавая предпочтение ивовой. Взрослые лоси потребляют среди 44 фунта растений в день, но едят больше весной и осенью. Осенью не могут съедать по 130 фунтов в день. У лося плохое зрение, которое компенсируется острым слухом и обонянием. Быстро бегают, достигая скорости в 35 миль в час. Также прекрасно плавают и ныряют, на значительную глубину имея клапанное старение на зрение, позволяющие не пропускающую воду внутрь. Лоси живут поодиночке, исключая брачные периоды. Самые сильные связи образуются между матерями и молодняком. Они не любят толпы, избегают людей, но могут быть непредсказуемы и опасны, например, в определенных условиях. Например, самки с детенышами или возбужденные самцы. Такова людей, машины, лошадей и даже локомотивы. В течение осеннего брачного периода самцы дерутся за самок, цепляясь рогами и борясь. Обычно тихие животные оба пола сдают мучающие звуки в этот период. Лоси заполняют область обитания, если их не ограничивают хищники и суровые погодные условия. Когда пищи достаточно, самки могут рожать по 2 или 3 детеныша. Весной отпрыски последнего года отделяются от самки, которые готовятся к новым родам. Здоровый взрослый лось не боится почти никаких животных. Два главных врага – лоси, медведи и волки. Но гораздо больше лосей убиваются людьми, так как они являются любимой добычей для охотников на большую дичь. Главный ограничивающий фактор популяции лосей – это среда обитания. Холодная зима также увеличивает смертность лосей. Другой серьезной угрозой является белохвостый олень, который переносит опасную болезнь, известную как лосиный мор, который является смертельной для лося. Другие причины смертности лосей включают конкуренцию за пищу с другими животными и столкновение с транспортными средствами. По-моему, игуанодоны выросли. Да, вот в сравнении с этим они выросли. Ну, например, у такого размера игуанодон. Что я могу сказать? Метров 6, наверное, 8, но не 10, как должен быть. Плотиозавр не вырос, стерокозавры еще не выросли. Игуанодон рос бы быстрее всех. Апатозавр тоже еще не вырос. Апатозавр тут вообще гигантский должен быть. Читаем дальше, значит. Так. Стерокозавр. Возникший в местности, где сейчас находится северо-западная часть США и Канады, стерокозавр или колючий ящерица является травоядным, но вооруженным. Двухфутовый шип, как у носорога, и 6 еще больших шипов на шее выглядят очень воинственным. Так, на шее выглядящие очень воинственным, благодаря своим шипам стерокозавр использует их в основном для защиты и проводит свое основное время спокойно хрупое, что это? Своей пастью высокие цикады и другую растительность. Достигая в размерах мини-фургона, но значительно тяжелее в 3 тонны, стерокозавр всегда стоит на 4 ногах. В сравнении с некоторыми высокими двуногими динозаврами, как спинозавры, ноги у стерокозавра немного короче. При необходимости могут довольно быстро двигаться и достигать скорости в 20 миль в час. При угрозе стерокозавр использует свои впечатляющие шипы. Взрослые особи стада будут атаковать хищника и пытаться проколоть его. Даже самые крупные хищники рискуют проиграть и погибнуть, если попытаются посягнуть на стадо здоровых стерокозавров. Взрослые стерокозавры могут вклиниваться между хищником и молодой особи стерокозавра. Происходит ли это случайно и инстинктивно, никто не знает. Апатозавр, обманчивая ящерица или бронтозавр, является одним из самых больших наземных животных. Сейчас, кстати, доказали, что апатозавр и бронтозавр два различных животных. Когда-либо гулявших на земле, взрослые особи могут вырастать 90 футов и весят 38 тонн, то есть 30 метров примерно. Его маленькая двухфутовая голова имеет ноздри на лбу, хотя он не является водным динозавром. Маленькая челюсть содержит тупые зубы и толстые губы для обрыва растительности, которые затем проглатываются целиком. Маленькая голова посажена на 40-футовую шею, 50-футовый хвост. Ага, а длину тела кто-нибудь учитывал? Получается 50 футов хвост, 40 футов шея, а тело что, ноль? Апатозавр может использовать свой хвост, как и еще одну ногу, чтобы доставать еду на пастбище. Апатозавр ходит на всех четырех, но две задних слегка длиннее. Все четыре ноги имеют толстую платформообразную ступню для выдерживания неимоверного веса апатозавра. Из своих маленьких челюстей огромных размеров апатозавры проводили большую часть времени за едой. Огромный размер ограничивал диету хвойными папоротниками, цикадами, моховыми и огромными камнями, которые он глотал для перетирания, ну не огромными, а обычными всей этой пищей. Большинство этой еды растет низко к земле, а кости шеи апатозавра не позволяют ему поднимать голову выше спины. Вместо этого животные носят свои головы близко к земле, двигаясь стороны в сторону и подстригая траву по мере продвижения. Физиология апатозавра также ограничивает ареал обитания. Влажная болотистовая почва опасна для 38-тонного животного, которое может легко потонуть в таких условиях. Плотные лиса не позволяют осуществлять его метод поглощения пищи, так что обычным пастбищем для апатозавра является сухая земля, покрытая низкорослой растительностью. Большие хищники типа тернозавра и аллозавра охотились на апатозавров, несмотря на огромное происходство в размерах. Но прикол в том, что с тернозавром он жил в разное время. Из-за того, что апатозавр был слишком тяжел, чтобы убежать, он стремился отогнать хищников, будучи атакованным. Апатозавр может использовать свой длинный гибкий хвост, чтобы отбрасывать хищников, и его огромная высота позволяет держать у звиему шею и голову в недосягаемости для хищников. Чтобы защитить молодых в стадии, взрослые формировали что-то типа стены между хищником и жертвой. Оборона работала только в больших стадах апатозавров, а количество пищи ограничивало размеры этих стад. Несмотря на все свои усилия, эти мирные гиганты частенько становились главным блюдом хищников. Ну вы выросли, нет? Ребят, растите быстрее, ну ешь, Карл Мане. Вот игуанодон уже все повзрослели, а вы еще нет. Игуанодон, зуб игуана, имел огромные размеры, когда его окаменевшие зубы кости были найдены в Англии в 1822 году. Зубы были похожи по форме на зубы современных игуан, только больше по размерам. Острые и плоские с засечками для размалывания, зубы прекрасно спроектированы для размалывания толстых растений. Когда он встал на свои мощные задние лапы, игуанодон мог быть настолько высоким, что мог заглядывать в окно второго этажа. А когда вставал на все четыре, это был длиной со школьный автобус. В вашем зоопарке вы увидите, как он использует преимущество роста и форму клюва, чтобы пожирать листу с крон деревьев и кустов. Передние конечности гораздо короче задних, так что он мог, если не скорослого растительного, вставая на четыре лапы. Эта способность была благословением игуанодона, потому что 5 тонн веса были, при 5 тонном весе, были постоянно голодными. Как вид, у гуанодона были очень удачны, их можно было найти в Европе, Азии, Северной Америке. Бродя по лесистым равнинам, у гуанодона сбивали стада, мог бегать с кожи 20 км в час, так защищенно от больших хищников острыми шипами на передней конечностях. На нашем зоопарке нечего бояться, так ведь? Так ведь. Блин, они никак не растут, ей-богу, что происходит? Так, а где еще два? А, они едят, наверное. О, вырос! Стерокозавр вырос один. Апатозавры все такие же маленькие. Вот, смотрите, вырос. Рогач такой. Ну, он не особо крупнее, чем вот его детеныш. В два раза больше. Что, он, драться побежал, что ли? Ну, это тоже. Остается ждать плотиозавра и апатозавра. Ну, и последняя статья про плотиозавра. До плотиозавров или плоских ящеров, появившихся на нашей планете 220 миллионов лет назад, травоядные динозавры были копающимися в земле созданиями, могущими есть только низкорастующее растение. Плотиозавры все изменили. С длинной шеей, длинным хвостом, мощными задними ногами для устойчивости. И плотиозавры могут подняться и достать обильную листу высоко над землей. Обладая таким преимуществом добывания пищи, плотиозавры размножились и позволили своим последующим представителям достигнуть громадных размеров. Имеющий длину 27 футов, плотиозавр всегда ходит на четырех ногах, но когда он становится на задней, чтобы достать пищу, рост его составляет 14 футов. Плотиозавры первоначально жили в большом количестве на территории современной Европы. Со временем большая часть этой площади была близка к состоянию пустыни, плотиозавры были вынуждены мигрировать на большие расстояния, чтобы избежать засухи. Не поджительменский даже у динозавра, что уж говорить. У плотиозавра была слабая защита от более больших, более сильных плотоядных. Их маленькие в форме листьев острые зубы, зубы и загнутые когти прекрасно подходят для обдирания листвы с растений или выдирания низкорослых кустов, однако не очень-то подходят для битвы. Если голодный хищник нанесет визит, безопасность плотиозавров только в их количестве и в надежде, что они бегают немного быстрее, если случится очередное нападение. Так, в общем, короче, будем ждать. Я на паузу поставлю игру, будем ждать, когда эти ребята вырастут. Так, ну в общем, апатозавры у нас выросли. Да, вот они. Только что-то он сломался. Ну, в общем, раза в два они крупнее, наверное, чем обычно. Капец, он там роллер гоняет. А вот апатозавры просто гигантские. Он даже медленно пьет. Посмотрите на эту тушу. Просто для сравнения, да, вот человек. Кратковат, да, но он огромный. Больше Т-рексов несколько раз. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока.